Привет! Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю своим студентам, своим ученикам инвестировать в недвижимость Испании максимально выгодно и безопасно. Но сегодня речь пойдет совершенно не об этом. Сегодня я хочу вас познакомить со своей идеей, со своим новым проектом. Посмотрим, как он пойдет. Ну, я надеюсь, что у нас с вами все получится с вашей помощью, так скажем. Проект необычный. Ну, как необычный? Естественно, все, что возникает в вашей голове, рождается когда-то. Оно кажется необычным. Вполне возможно, что это вполне адекватный проект. Ладно, не будем об этом много. Что это за проект? Немножко предисловия. 10 лет назад я развелась и вот уже, ну, как бы живу одна, да, столько времени. После 12 лет брака. Когда ты один, то есть ты начинаешь жить для себя, ты выстраиваешь свою жизнь таким образом, что она становится, выстраиваешь ее комфортно конкретно для, под себя, под свои потребности, под свои нужды. И в какой-то момент, опять же, есть время, да, скажем так, есть время сходиться и искать точки соприкосновения. Но если этот период затягивается, ты потом понимаешь, вдруг понимаешь, что смотри-ка, что тебе так комфортно, в общем-то. Ну, может быть, это правильно, может быть, это неправильно, кто знает. Но впадать из крайности в крайность, либо, да, жениться замуж, выходить, жениться замуж, выходить, пробовать, либо жить одному, то есть одно и другое это опыт, да, одно и другое это наш путь. Но где правда, где нет, это еще тот вопрос, правильно? У каждого он по-своему, и я считаю, что после того, как я выставила пост, да, на Фейсбуке об этом проекте, было очень много разных мнений, как этот проект будет протекать, будет ли у него жизнь вообще. Но это тема человеческих отношений, то есть это тема жизненная, поэтому она интересна. Каждый на определенном этапе жизни отнесется к этому проекту по-разному. Я помню, будучи замужем, смотрела с мужем «Секс в большом городе», я вообще не понимала, о чем там речь. Реально мы сидели вдвоем, обсуждали тех теток, которым уже 30 лет, а нам тогда было 20 с небольшим. То есть мы обсуждали, что вот они то ли шлюхи, то ли распутные женщины, то ли одинокие, то ли несчастные. То есть у нас было такое мнение, да, вот нас двое, нам все понятно, у нас также другого опыта не было. Но потом, после развода, я через какое-то время пересмотрела этот фильм, и он меня повернул в другую сторону. И вот сейчас, наверное, если бы я его пересматривала, уже, да, со стороны, я уже переросла героинь, я бы, наверное, сделала какие-то другие выводы. То есть о чем я хочу сказать? О том, что человеческие отношения, это всегда интересно, это всегда какой-то опыт, да, который можно на себя примерить, как-то где-то согласиться, где-то нет, но он всегда будоражит. Для кого будет мой проект, да? Главная идея, о чем я заявила и заявляю сейчас, то есть я хочу соединить свою экспертность, то есть у меня большой опыт в работе риэлторов. Я очень много времени в своей жизни, да, почти 20 лет посвятила вот этой теме, то есть выбору объектов, продаже объектов недвижимости, принятие решения за своих клиентов. То есть, опять же, еще один пласт – это отношения между продавцом и покупателем. Немножко отмотаю и вернусь назад. Смотрите, недвижимость – это такой рынок, где нет четких категорий, вот как люди. Каждый человек – это своя история, каждый человек – это такая вселенная, которую можно угадывать, разгадывать, перестраивать все время, да, то есть человек всегда меняется, он разный. Что такое недвижимость? Это, конечно, не такая большая вселенная, но это продукт, который не подвержен общим стандартам. То есть нельзя недвижимость, я всегда об этом говорю, даже находящуюся на одной лестничной клетке, то есть она разная, кто-то в ней жил, кто-то жил в одной квартире, кто-то в другую, одну ремонтировали, другую нет. В одной квартире сдавали и жили там, кто попал, в третьей люди прожили там 10, 20, 30 лет, ухаживали за квартирой там, шлифовали каждый уголочек, каждую детальку. То есть это два разных продукта. Когда мы покупаем с вами машину, ну, например, это из дорогих вложений, то есть мы в любом случае идем в салон, мы идем в салон, но мы знаем примерно, что мы хотим. То есть какие-то характеристики, общие характеристики мы можем найти у каждой модели, даже если это секонд-хенд, даже если это машина из старых рук, хотя тут уже добавляется и характер хозяина, и пробег, и отношения, то есть это, ну, давайте возьмем новый, да, чтобы так сильно-то не заморачиваться. Ребенок даже рождается, если мы его возьмем в человека, он рождается ни на кого не похожим. А в принципе при выпуске машины, да, из салона, при выходе с конвейера, мы можем дать ей какие-то определенные характеристики, как-то ее оценить. То есть и у определенной модели в определенном возрасте, да, есть своя цена. У квартир такого нет, нету такого, вот такой оценки. И рынком вот эту вот историю можно назвать большой натяжкой. То есть я сейчас не буду в это углубляться. Я в этом эксперт, специалист, поэтому открываю 4 года назад школу, школу профессионального покупателя, сам себе риэлтор. То есть я об этом в течение 4 лет очень много говорю, очень много сделано курсов и так далее. Но что такое приобретение недвижимости? Что такое инвестиции в недвижимость? Опять же, это два разных вопроса, но тем не менее. То есть самое главное – это момент выбора. Момент выбора, момент принятия решения, момент понимания того, куда ты идешь и чего ты хочешь. Но ни в школе, ни в институтах нас этому не учат. Не учат приобретать недвижимость, не учат инвестировать в недвижимость, не учат видеть разницу. Ну, может быть, риэлторы, да, кто давно работает на рынке, об этом знают, об этом говорят, да, то есть как-то оценивают этот рынок. Есть оценщики недвижимости, ну и так далее. Но я беру простой человеческий фактор. Когда мои клиенты, сейчас уже мои студенты решают приобрести недвижимость, за 4 года я просто проанализировала и на опыте прочекала, так скажем, да, что в голове, какие ошибки мы совершаем, совершаем и почему мы их совершаем. То есть что стоит за теми потом недовольствами, за потерями депозита, за неправильным выбором, за сожалением о том, что купил не там, купил не то, не в том месте, не в то время, то есть очень много факторов, которые возникают, если человек не подготовлен, да, если человек сделал неправильный выбор, услышите меня, это выбор. Так вот, мой новый проект я хочу объединить, то есть я, у меня в плане, в планах объединить момент выбора мужчины, даже сейчас, ну, не думайте, что я там сошла с ума или еще что-то, то есть и момент выбора квартиры. То есть я не буду вам продавать, да, ни мужчин, ни квартир, но, опять же, думаю, да, прежде чем заявить об этом проекте, прежде чем он у меня созрел, я анализировала эти факты. Вот смотрите, технически эти две формы похожи. Допустим, что мы сейчас имеем на сегодняшний день, вот прям сегодня, не вчера, не 10 лет назад, когда мы знакомились там на улице, в гостях, мы знакомили друзья или там то же самое с недвижимостью, вы приезжали в страну, там других способов не было, посмотреть по картинкам в лучшем случае, или приехать и уже искать, вот проходя по улицам города. Сейчас другая история, сейчас интернет, сейчас, и мы с вами общаемся через интернет, сейчас больше возможностей. То есть очень много появилось сайта знакомств, миллионы сайтов по недвижимости, то есть видите, технически, что там мы смотрим картинки, что там мы смотрим картинки, что недвижимость может быть подставна, ее на самом деле нет, что люди ставят другие фотографии, пишут какие-то другие характеристики, то есть при первом знакомстве с объектом, одним и вторым, то есть мы получаем одну и ту же картину, мы в принципе видим какую-то обложку, но что там за этой обложкой, можно увидеть только встретившись, то есть здесь уже от первого свидания не открутиться, то есть да, да, смотрите, с квартиры можно написать риэлтору, тебе пришлют дополнительную информацию, ты можешь написать человеку, кандидату, он тоже пришлет тебе какую-то информацию, вы можете попереписываться, вы можете даже созвониться по телефону, что в одном, что в другом случае, но у квартиры есть представитель, у которого есть род, да, который эту квартиру вам опишет, ну а человек постарается это сделать сам, в силу своих возможностей, но потом вы встречаетесь, то есть вот пока идет переписка, опять же, да, у вас другая картинка в голове, то есть у вас что-то меняется, что-то добавляется в том и в другом случае, Что происходит при первом свидании? То есть вы встречаетесь с человеком, и там вы встречаетесь с человеком. Заметьте, квартира и мужчина. В двух случаях, то есть здесь вы встречаете мужчину, здесь вы встречаете представителя этой квартиры. Будь то владелец или риэлтор, неважно, два человека. И у вас начинают происходить отношения на уровне человеческого фактора. Ни разу, поверьте мне, ну я не буду сейчас вам что-то доказывать или как-то настаивать на том, что да, я увидел квартиру, если она мне понравилась, я ее купил. Фигня это все. Вот большая фигня. Вы встретили человека, он вам понравился, и вы тут же за него замуж не побежите. Или не женитесь, ни одного мужчину не видела там вот эту любовь с первого взгляда. Круто, химия с первого взгляда, мы же с вами взрослые уже люди. Может быть, с квартирой то же самое, но на самом деле никто не бежит в ЗАГС, и никто не достает кошелек и не выкладывает деньги. Так вот, для кого же этот проект и для кого он будет интересен? То есть в первую очередь это для женщин, для девушек, ну то есть для людей, которые ищут свои вторые половинки. И это не теоретический какой-то проект, да, не теоретическая выкладка о том, как правильно инвестировать в недвижимость или инвестируйте все, да, то есть что-то такое. Нет, то есть я буду делать сама эти шаги, да, если я эксперт, я уже говорила, эксперт в недвижимости, я знаю, как подбирать объекты, как принимать решения, как прописывать цели и их достигать. То есть вот здесь я решила немножко тоже позаботиться о себе, потому что, опять же, мне, у меня такой возраст, да, интересный возраст, ну каждый возраст, наверное, интересен. Я думаю, что женщины в моем, вот в моем случае, в моей ситуации, ну с удовольствием за мной понаблюдают, может быть, сделают какие-то выводы, но таких вот блоков и таких историй в интернете очень много, и я сама очень многих блогеров смотрю, мне нравится. Но я специалист по недвижимости, я специалист все-таки по инвестированию, реальный консультант, коуч, да, то есть человек, который ведет людей к определенному результату, и моим результатом является покупка квартиры, да, приобретение квартиры за пониженные деньги, то есть, как говорится, выжми все, что можешь из риэлтора, из цены, то есть и получи выгодную сделку для себя. Я хочу подойти к вопросу знакомства с той же самой позиции, то есть я хочу перенести свой опыт подбора квартир на подбор мужчины, не потому что мужчины там, ну, может быть, это некорректно или неэтично, совершенно не так. То есть я знаю, допустим, смотрите, я ходила раньше на свидание и приходила разочарованная, потому что изначально я не знала, зачем я туда иду, я чего-то ждала от человека, я ждала, что он меня удивит, что он окажется тем самым предельницем, которого я жду, а кого я жду, по сути, я и не знала, да я и сейчас, честно вам сказать, вот так вот прям до конца не знаю. Сейчас у меня прошло одно свидание, настоящее, да, свидание в рамках, скажем так, проекта, плюс ведется переписка, я общаюсь с людьми и после каждого контакта я делаю выводы. То есть я делаю выводы и учитываю свои ошибки. Но как женщина хрупкая, ну, скажем так, ранимая в душе, ну, мы все, наверное, такие, много нас таких, все, что касается нас самих, оно как бы не подвергается оценке извне, а это не совсем правильно. То есть нам кажется, что мы почувствуем того самого человека, что мы его, нам что-то подскажет, не подскажет. Знаете почему? Потому что помимо, скажем так, негативного опыта, жизненного опыта, он давит на нас. Если мы рассмотрим психологически, ведь наш мозг, да, вот этот вот, на три стадии мы его разделяем, да, мозг динозавра, который нас защищает, который всегда говорит, не-не-не-не-не-не-не, лучше перестраховаться, нет. То есть, ну, внутри нас есть маленький ребенок, да, вот эта вот творческая натура, которая все равно этот мозг как-то расшевеливает. Так вот, все, что касается нас лично, нас лично, меня любимого, вот того ребенка, который сидит внутри нас, вот этого вот ранимого, его все, опыт, опыт, особенно тяжелый, негативный, он охраняет. А что, может быть и одной легче, а зачем? Ну-ка удивите меня. Но не найдется того папы, которого мы ждем, да, то есть я это прекрасно уже сейчас только понимаю. И вы знаете, каждая встреча, каждая встреча, переписка, мне что-то не так написали, что-то не так сказали, приводит к какой-то обиде. Но я же не обижаюсь на своих клиентов, когда они мне говорят «нет». То есть, когда я показываю квартиры, когда я людям показываю Испанию, я не обижаюсь, потому что я выступаю в роли взрослого человека, и я стараюсь их как-то, вот знаете, оградить. То есть, почему школа, да, потому что школу-то я открыла для того, чтобы как-то оградить, как мамочка, знаете, как подсказать человеку, где ошибки, рассказать, что этот мир не такой радужный, в смысле мир риэлторства и мир продаж. Испания, Испания, да, шикарная страна с шикарным климатом культуры, это одна история, но приобретение, инвестирование, это жесткая ниша, очень жесткая, и здесь жесткие правила. Ведь риэлторство это что? Купил и продал. Риэлторы не продают свои собственные квартиры. Ну, я не беру сейчас строительные компании. Причем и строительные компании нанимают хороших продавцов, мощных продавцов, жестких продавцов. Услышьте, продажи, инвестиции – это жесткая ниша. И, по сути, я вышла со своим образовательным проектом в жесткую нишу и всегда искала что-то в ней мягкое, да, то есть что-то такое, что могло бы как-то размягчить этот проект, сделать его ярче, немножечко личностным. Потому что, еще раз, для продавцов, да, пока ты их не полюбишь, ты не сможешь им продать. Это правда, то есть разное типа продавцов. Сейчас об этом не буду говорить. То есть мой проект прежде всего, а, для женщин, которые хотят познакомиться, хотят найти свою половинку. И не надо строить иллюзии, что, допустим, в другой стране мужчины какие-то другие, люди какие-то другие. Нет, совершенно нет. Те же самые тараканы в голове, те же проблемы, та же озабоченность и тот же страх перед этой жизнью. Это я поняла вот сейчас, буквально 4 дня прошло, как я начала активно этим заниматься. Это для женщин, с одной стороны. С другой стороны, я всегда буду проводить параллель с недвижимостью, с подбором, то есть с жесткой нишей. Когда мы хотим чего-то достичь, чего-то добиться, мы должны понимать рамки. Мы должны убрать своего ребеночка туда подальше и понять, что мы хотим и куда мы идем. Я сразу скажу вам свой, вот за эти 4 дня, что я, к чему я пришла. Если раньше я знакомилась так, есть время, я там сижу, что-то чатюсь, потом забываю на неделю, на две, на три. То есть, а люди-то там остаются, они же тебе писали, они же с тобой разговаривали. То есть, они что-то хотели, наверное, ну, скорее всего. А ты так раз положил на них и до свидания. То есть, относитесь людям так, как вы хотите, чтобы относились к нам. То есть, не было цели, потому что, когда ты идешь на работу, ты работаешь, то есть, ты идешь продавать, ты получаешь вознаграждение, если ты отработал, если ты сделал все правильно. То же самое здесь. Сейчас, когда я знаю, что у меня ответственность перед вами, то есть, у меня ответственность, я заявила о том, что во всеуслышании, что я буду это делать. То есть, я сейчас ищу, то есть, я не могу себе позволить не пойти на свидание хотя бы один раз в неделю. То есть, это меня саму, как бы, испанское слово в голову лезет. То есть, упорядочит, да, я знаю, я вижу, что я это делаю полномерно, даже когда мне неохота, ну, мне не хочется там, хочется каким-то другим делам заняться. Я все равно это делаю, потому что вот здесь есть цель, есть цель, я поставила себе цель. И вы знаете, я не обижаюсь, если вчера в переписке, ну, многие мужчины испанские, кстати, они там пишут сразу, что для секса. То есть, мы с тобой займемся сексом сразу, в первом сообщении. И раньше я всегда удаляла таких людей, удаляла, потому что, ну, как мне, да сразу про секс, да ты вообще озабоченная. Так я раньше думала. Ну, и я, в принципе, и сейчас еще не поняла, что это за люди, потому что у меня будет только на этой неделе, вот сегодня поделим, на этой неделе такая встреча. Второе свидание будет вот с таким мужчиной, который сразу же написал про секс. Я с ним поговорила, раньше бы нет. Нет, потому что личная работа, работа, да, какой бы к тебе клиент ни приехал. Вы видите, параллель какая между недвижимостью и людьми. Если приехал к тебе клиент, ты же ему не говоришь, что ему не понравилось, иди, он там сам гуляй, Вася. Нет, ты его берешь, и ты работаешь, и ты делаешь сделку, и он становится твоим другом в результате. Вот, а здесь почему-то не так. Нет, я отказалась, и нет, 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 позвони этому мужчине, поговори с ним. Я с ним ему позвонила, поговорила, мы так смеялись. Мы просто, я получила какое-то колоссальное удовольствие, и он даже взял надо мной шефство. То есть он как-то начал, я тебя научу испанскому языку, ты будешь хорошо, ты говоришь хорошо, но ты будешь еще лучше, ла-ла-ла. Ну и опять там пошло про массаж и про всякие вот эти вот все так сильные контакты. Но это неплохо. Это неплохо, посмотрим, как там дальше. И сейчас открою секрет, он сказал, что он маленького роста, но это не имеет значения. Ой, ладно, посмотрим, похохочем попозже. Ну так вот, проект будет интересен для меня, для женщин, для риэлторов, потому что я постоянно буду проводить параллель с продажами. То есть вот продажи, вот знакомства. Похоже, то есть если вы занимаетесь продажами, я думаю, что в таком ключе вы что-то для себя интересное найдете. Ну и, естественно, продажи, покупки, да, для риэлторов в том числе. Ребята, я вас не оставляю. Наша школа работает, наша школа работает для вас. Просто я думаю, что я немножко стану еще глубже. То есть мне очень нравится сравнивать процессы. Я человек, то есть помимо того, что эмоциональный, но мне, для меня лично нужно систематизировать тему. Тогда я очень хорошо себя чувствую, когда мне какие-то вещи понятны, я могу их объяснить. То есть для того, чтобы что-то понять, чтобы что-то понять на 100%, начните преподавать. Это не я сказала, это сказал кто-то очень умный. И вот я решила, почему бы нет. Почему бы нет, если я это буду делать для себя и на своем опыте показывать, как это происходит, пропускать это через себя. И с вашей стороны, да, будет идти обратная связь. Я вижу, что тема интересная. И я надеюсь, что мы быстрее придем к знаменателю. Сейчас, сегодня я ставлю себе цель, я хочу найти мужчину своей мечты. Пусть это будет так, привет сексу в большом городе. То есть я хочу найти друга, я хочу найти человека, который бы дополнял меня. То есть который бы делал мою жизнь богаче. И я приложу все усилия, чтобы сделать богаче, лучше, интереснее его жизнь. То есть вместе, пойдем вместе. И я очень надеюсь на вашу поддержку, реально, на вашу помощь, на ваше участие. Потому что то, что хорошо одному, в группе мы сделаем всегда быстрее. Опять провожу параллель между своей школой. То есть школой профессионального покупателя, сам себе риэлтор. Когда мы в группе выбираем объекты, у нас цель на первом курсе подобрать 20-15 объектов. Когда каждый разбирает свой регион, подбирает квартиры по своему бюджету, а группа это видит. То есть мы защищаем свои объекты, мы объясняем, почему мы их выбираем. То есть теоретически, практически, теория, практика. То есть мы это все по полочкам раскладываем. И вместе у нас рождаются совершенно гениальные идеи, опять же, по тому же инвестированию. Смотрите мой проект, сам себе риэлтор. То есть я надеюсь, что в этом данном проекте я просто в жесткую нишу добавлю человечности. Той человечности, которую мне некому подарить, скажем так. Ну так сложилась жизнь, что у меня нет детей. Так получилось. Судьба у всех разная. И так получилось, что через 10 лет я вдруг понимаю, что мне хорошо одной. А я совершенно не такой эгоистичный человек. Мне хочется с кем-то делиться, мне хочется кому-то всегда, ну как-то помогать, кого-то поддерживать, с кем-то идти. А пара, пара мужчина и женщина, это две разные энергии, да, которые помогают друг другу, которые смотрят на одну вещь разными глазами, разными, ну скажем так, с разной оценкой. И когда к одной цели мы идем вместе, это происходит быстрее, это происходит эффективнее. То и куда в это путешествие я вас приглашаю вместе с собой. Итак, жду ваших комментариев, жду ваших советов, лайков, обязательно лайки, ну или дизлайки, уж как мне повезет. И хочу слышать ваше мнение. Подписывайтесь на канал, чтобы получать информацию о том, что вышло новое видео. Сейчас по плану буду планировать на среду. То есть по средам будет выходить следующее видео. Первое свидание уже прошло, по первому свиданию уже есть отчет, поэтому в следующую среду вы его получите. Оставайтесь со мной, я остаюсь с вами, Оксана Майкова, Испания. Вот с таким прекрасным проектом, прекрасным или, да, прекрасным проектом. Все, жду вас на своем канале, жду ваших комментариев. Обещаю, буду отвечать. Пока-пока, с вами была Оксана Майкова. Субтитры подогнал «Симон»!